Всем привет! Сегодня мы порадуем наших дюкановцев сладким белковым творожным рулетом. Прежде всего включаем духовку 160 градусов. И начнем. Нам понадобится 2 яйца, лимон. Но лимон вы можете не использовать, это для взбивания белков, если вы на атаке или на чередовании. Лимон не добавляйте, щепотку соли это для взбивания белка. Творог. Нам понадобится такой, знаете, пастообразный мягкий творог. Вот у меня сегодня такой, но можете взять Филадельфию. Разрыхлитель, по желанию ванилин и сладость. Если вы стевию используете, используйте стевию. Если вы просто сахарозаменитель используете, добавьте сахарозаменитель. Начнем. Нужно отделить белки от желтков. Нам будут нужны и белки, и желтки. Так, вот белки, вот желтки. Вся посуда должна быть чистая, обезжиренная, чтобы белки хорошо взбились. Так, в желтки мы добавляем, ну, примерно 2 столовые ложки творога. И неполную чайную ложку разрыхлителя. Это мы пока отставляем в сторону. Сюда я, наверное, добавлю просто щепотку соли и буду взбивать. Взбиваем до устойчивых пиков. Вот до таких устойчивых пиков. И прям этим же миксером мы будем взбивать. Ну, это, в общем-то, так, знаете, соединить слегка. Желток с творогом и с разрыхлителем. Готово. Теперь добавляем белки в желтки аккуратно, чтобы они не опали. И все это снизу вверх вот так вот перемешиваем, чтобы все соединилось в такую однородную массу. Долго не перемешивайте, чтобы белки не опали. Так, и теперь мы это выкладываем на подготовленный силиконовый коврик. Или, если у вас пергамент, выкладываем на пергамент. Нужно придать прямоугольную форму, потому что это будет у нас рулет. Толщина должна быть примерно 1 см. Вот такая примерно форма получается. 1 см толщиной. Ставим в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 12-15 минут. Ну, начните уже заглядывать туда по течении 10 минут. Ставим. Пока наш блин готовится, мы приготовим начинку. Берем вот, ну, примерно 3 столовые ложки творога. Начинки много не бывает. Благо есть кому доесть. Так, в общем, творог. Потом вы добавляете примерно чайную, 2 ложки стевия, сахарозаменитель. Если в таблетках вы можете растолочь, если жидкие, жидкие используйте. У меня закончился всякий сахарозаменитель, поэтому я положу 2 чайные ложечки сахара коричневого. Так, и капелька ванилина. Ванилином не увлекайтесь, чтобы не было горчинки. У меня такой, как порошочек. Без сахара здесь он. И вы знаете, я добавлю для себя цедру чуть-чуть лимончика. Если вы на закрепе, можете тоже сделать. Вот буквально там капельку. И теперь мы это должны взбить. У меня творог кажется суховат, но он сейчас станет мягким. В процессе взбивания вы со стенок вот так снимаете, потому что творога не так много. Конечно, если вы будете готовить двойную порцию, творога будет больше и взбивать будет удобней. В общем, взбиваем до полного растворения сахарозаменителя. Вот прошло 12 минут. Вот такой блин получился. Он еще немножко у меня опадет. И теперь нужно его снять и остудить. Теперь этот блин мы перекладываем на поверхность, где мы будем намазывать кремом. Видите, в одном месте он прилип. Ну, это у меня, в общем-то, наверное, уже старый силиконовый коврик, только поэтому. Так, блин у меня остыл. Теперь мы должны смазать его начинкой. Творогом. По всей поверхности. Края не доходя полсантиметра. Вот так вот примерно у меня получилось. Теперь нужно свернуть рулетом. Аккуратненько. Поджимая края. Все, девочки. Сворачивается достаточно легко. Блин не ломается. Вот так. Чуть-чуть придавили. И на какое-нибудь блюдо выкладываете. Накрываете пленочкой. И на ночь в холодильник. Пусть это все пропитается. И завтра будем пробовать. Итак, наш рулет простоял ночь. Не обошлось без потерь. Кто-то у нас тут уже попробовал. Ну, в общем, что, мы его нарезаем. И будем пробовать. Он такой очень нежный. Я предлагаю вам использовать греческий йогурт в качестве соуса. И сейчас мы попробуем. Очень вкусно. Очень нежный. Это такой настоящий, в общем-то, десерт полноценный. Яйцами вообще не пахнет. И еще я вам хочу сказать, что вот эту основу яичную вы можете использовать другими наполнителями. Допустим, взять отварную куриную грудку, измельчить ее в блендере, добавить зелень, специи, приправы, тот же йогурт, смазать. И будет такой полноценный перекус. Очень вкусный. Я всем желаю приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Всем пока. Если вам не трудно, поставьте, пожалуйста, лайк. И напишите что-нибудь. Нравится вам, не нравится. Будете вы использовать, не будете. Вы у меня такие молчуны. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok